здравствуйте дорогие мои друзья сегодня мы передо мной качан капусты белокачанная капуста и сегодня мы ее будем солить солить будем классическим способом так как солили наши бабушки наши мамы я много лет так солю если что раньше капусту солили в бочках в кадушках да потом чуть позже в больших емкостях пластмассовых сейчас в основном солят в стеклянных трехлитровых банках кто-то по пакетам раскладывать но я вот солю в трехлитровых банках в трехлитровую банку войдет два два с половиной килограмма белокачанной нашинкованной капусты на этот объем капусты понадобится две столовые ложки соли несколько горошин черного перца даже не душистого пару листочек лаврушечки можно и один одна морковь это это морковь большая может быть даже я ее не всю использую если будет чрезмерно добавлено моркови то капуста может быть скользкой слизистой на цвет некрасивой рыжий поэтому ну правильно не в меру морковь должна быть соленой капусты в этот вилок у меня три с половиной килограмма я его очистил нужно очистить тщательно сейчас разрежу посмотрим какое состояние внутри и нашинкую ровную трехлитровую банку с килограмм капусты мне останется из холодильника лежит для борща понятно да делают в рассоле говорят вот я в комментарии читаю другим постом по солению капусты и пишут на современная капуста не дает жидкости да как она не дает вы посмотрите какая она белая сочная не кусаешь даже брызги летят сока сока будет предостаточно не надо никакой воды забродит она без сахара предостаточно уксус без уксуса она будет храниться предостаточно и она будет полезна вы всем прекрасно знаете насколько полезен капустный сок насколько полезна капуста соленая капуста очень полезна людям страдающим сахарным диабетом понижает хорошо сахар и вообще это кладезь витаминов не надо только эти витамины заглушать сахаром заглушать уксусом водой прекрасно будет достаточно тут рассола ну вот я разрезала капусту на такие вот дольки и их буду шинковать мне будет удобно это делать и вот я обрезала ее вот видите у меня качаная часть остается качаную часть я не трогала здесь килограмм полтора я уберу потому что мне нужна только трехлитровая банка капусты ну как крошить капусту способов очень много приспособлений очень много сейчас да кто чем есть вот такая если вот видите соломочкой она аккуратно режет капусту вот такая получается красивая капуста вот я этой шинкую есть различные другие ножиком я делаю зачастую капусту солю в общем шинкуете капусту как вам нравится ну вот вот этим скребочком капуста очень красиво получается по волокнам надо только видите для молодых хозяйшек вот вы видите вот волокна если даже ножиком мы шинкуем мы по волокнам тоже вот так режем тоже будем резать вот такие капуста очень плотная очень плотная видите ножиком я тоже порежу вот такой соломочкой время не будем затягивать эфирно я буду шинковать капусту потом включусь итак капуста наша нашинкована где-то шинковала терочкой где-то ножом капуста нашинкована приготовила морковь и натерла когда я ее на корейской терочке натираю сегодня я натерла на крупной ломтиками руки наши естественно должны быть чистыми под ногтями чисто ногти поточной чтоб нигде ничего никуда не попало и так сюда у нас уйдут две столовые ложки соли одна ложка соли и вторая ложка так горочкой набираю на два два с половиной килограмма теперь я это все перемну хорошенько без моркови буду переминать сейчас я ее сильно отжимать вместе с солью потом мы добавим туда морковь вот так мы перетираем нашу капусту в удобной емкости вот мы тщательно терли нашу капусту соль хорошо перемесились перемешали все это чтобы соль равномерно было у нас капуста уже срочно уже дает сок вот теперь мы сюда будем отправлять морковь понемногу все сразу не буду мне кажется это большая морковь кто-то может любит когда капуста немного моркови желтенькая капуста отправьте тогда побольше сюда капусты если вы не боитесь что ваша капуста потом будет скользкой и конечно же не вкусный еще подсыпем морковочки хорошо перемешиваем добавим еще немножко все вот этого и так достаточно я уже много сделала хорошо вынесу сейчас сюда я добавлю пару листочков ловушечки несколько горошин перца 10-15 горошина достаточно ловушечки у меня уже ловушка перемытая высушенная поэтому я ее со своей баночки сразу вот так отправляю сюда в помощь себе лопаточку знаете уже капуста вкусная если хочется салатика сюда чуть-чуть сбрызнуть лимончиком отправить маслицем вашим любимым немножко мелко порезанного укропчиком прекрасный салатик витаминный ну все моркови я больше добавлять не буду у меня насыщена морковью будем укладывать в банку утрамбовывать банку приминать вот я отправляю таким способом капусту в банку у кого-то есть вороночки специальные такие но у меня такой воронки нет не встречала я ее капусту послушная уже как раз будет трехлитровая банка утрамбовала так сказать в нашу банку вкусная капуста видите уже сок сколько она дала в завтрашнем утро она вся будет покрытая соком нам нужно будет деревянной палочкой не забывайте раза два в день утром вечером до самого дна проткнуть когда вы будете протекать рассол будет опять расходиться она будет опять вот так и сверху чистая без рассола и опять рассол два дня ну три дня смотрите если три дня вы будете держать чтобы не ее не передержали чтобы она не была кислая сейчас я у меня она через верх не пойдет потому что банка вот видите не полная два килограмма скорее всего нашинковалась два с половиной она была полная ну сама то рассол не будет выбегать но все равно я подстрахуюсь поставлю ее в емкость крышечкой я вот так сейчас закрою просто ненаглухо и будет она мне спокойненько стоять на кухне два дня не забываем протыкать и так здесь капуста 2 килограмма у меня получилось трехлитровый два с половиной капусты нашинковали капусту на это количество капусты две ложки столовых ложки соли морковь одна средняя пару лаврушечек и 10-15 горошков черного перца капуста будет обалденная как говорится натуральный продукт ну я на этом ролик о капусте закончу а фотографии наверно поставлю потом соленой красивой капусте всего доброго солите кушайте блюда приготовленные собственными руками где вы будете спокойны что у вас все там как надо всего доброго до свидания оценивайте мой рецепт подписывайтесь пожалуйста на мой канал будем дальше развиваться расти ну и какие-то интересные рецепты искать спасибо